Установка Raspberry Pi на современный компьютер. Часть вторая. Raspberry Pi. Raspberry Pi. Raspberry Pi. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами Сидсмарт. И в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Raspberry Pi. Мы будем ставить Raspberry Pi на современный компьютер. Если вы купили себе Raspberry Pi, то возможно вы хотите на него установить операционную систему. Эта инструкция подойдет также, если вы хотите установить его на свой мини-компьютер. Если у вас есть мини-компьютер и флешка. Вот такая вот флешка. У меня флешка на 16 гигабайт. Вот такая вот самая флешка. И на него сейчас, на этой microSD карту памяти, мы загрузим наш Raspberry Pi и попробуем его установить на современный компьютер. Возможно ли установить эту операционную систему на компьютер? Я сам не знаю, друзья. Но он устанавливается именно на само устройство. Вот это самое Raspberry Pi. А будет программное обеспечение называться Resbian. Разбиваем программное обеспечение. Его сейчас мы зальем на эту самую флешку, на 16 гигабайтную флешку. Вы можете использовать флешки от телефонов. Вот такие вот самые флешки. Для этого будет использоваться у нас картридер. Вот такой вот картридер у нас есть. В большинстве случаев мы подключаем к компьютеру, чтобы скопировать с телефона информацию. Его будем использовать для загрузки с нашей microSD карты памяти. Картридер будет использоваться для создания этой самой загрузочной microSD карты. Давайте попробуем его установить на наш современный компьютер. Raspberry Pi. Что это за устройство? Это маленький мини-компьютер, который имеет свой процессор, свою видеокарту. Также его можно подключить к монитору и подключить клавиатуру и мышку. Это маленький мини-компьютер. В него устанавливаются эти самые программные обеспечения. В него устанавливается как Linux, так и Windows, Windows и IoT. Но на Windows он очень плохо работает, поэтому предпочтительно будет использовать Linux. Это программное обеспечение Debian, которое поставляется вместе на официальном сайте. Его можно записать на флешку и загрузиться с него, и установить эту операционную систему. Raspberry Pi вы можете приобрести по ссылке в описании, потому что он заказывается в Китае и стоит совсем недорого. Приступаем к созданию нашей загрузочной флешки. Давайте подключим наш картридер к нашему компьютеру. Подключаем в USB разъем. Картридер подключен. Теперь к нему подключаем нашу microSD-карту памяти, нашу флешку. Подсоединяем. Наша SD-карта определилась. Теперь приступаем к созданию этой самой загрузочной флешки. Вот наша флешка определилась на 16 гигабайтов, а 32 разметка ничего не трогаем. Теперь приступаем к созданию нашей флешки. Теперь переходим на официальный сайт Raspberry Pi. Просто Raspberry Pi пишем, и первая ссылка – raspberrypi.org. Открываем загрузки. Здесь в загрузках ищем Raspberry Pi. Вот у нас Raspberry Pi отдельно. Вы можете с помощью Noob создать. Это простой установщик для новичков, для начинающих. Мы выбираем Raspberry Pi. Мы хотим выбрать несколько редакций. Мы хотим выбрать одну из них. Есть Raspberry Pi с рабочим столом и рекомендуемым программным обеспечением. Есть просто Raspberry Pi с рабочего стола. Raspberry Pi с легковесной. Мы выбираем именно с рабочим столом и рекомендуемым программным обеспечением. Скачиваем этот торрент. Просто кликаете, скачиваете торрент файл. Теперь нам нужно создать загрузочную флешку. Для этого нужна специальная программа. Переходим к руководству по установке. Здесь же прямо и скачиваем. Опускаемся ниже. Есть такая программа как Etcher. Balena Etcher. Кликаем по этой ссылке и скачиваем именно Balena Etcher. Так и называется. Скачиваем. Вот здесь есть кнопка скачать. Просто кликаем и приступаем к скачиванию. После того как мы скачали, есть у нас такой архив в zip-архиве. Его извлекать не обязательно. Balena Etcher видит и zip-архивы. Внутри у нас файл EMG. Этот файл EMG нам понадобится. То есть его будем создавать как загрузочную флешку. Правой клавишей кликаем. Запустить от имени администратора. Balena Etcher. Принимаем лицензионное соглашение. И происходит установка этой утилиты. Установка этой утилиты закончена. Вот у нас запустился наш Balena Etcher. Вот такой вот microSD карты памяти. Выбираем select image. Локальный диск C. И здесь у нас zip-архив. Кликаем на него. И вот у нас наша флешка он определил. Как видим здесь у нас буква D. Под буквой D определяется наша флешка. Все верно. Теперь давайте просто кликаем флеш. И у нас происходит создание этой самой загрузочной флешки. Ждем какое-то время, пока создаст нашу загрузочную флешку. Это занимает какое-то время. Создание этой самой флешки. Наша флешка готова к использованию. Давайте подключим нашу загрузочную флешку к нашему картридеру. И приступим к нашей установке. Повторно уже подключаем. И давайте загружаться с нашего картридера и устанавливать нашу операционную систему. Включаем наш ПК. Нажимаем клавишу F2 для входа в BIOS. В BIOS нам нужно выставить первым загрузочным устройством наш картридер. То есть нашу microSD карту. Здесь выбираем первым устройством наш USB. Называется USB RDP SD microSD. Его выбираем первым загрузочным устройством. Бут. Все верно. Давайте вернемся назад. И загрузимся. Нажимаем F10. И сохраняем настройки. Теперь у нас должна произойти загрузка с нашей флешки. Почему-то не загрузилась. Не знаю почему. Давайте, ладно. Нажмем клавишу F11. Попробуем в Бут меню зайти. Выбираем наш USB RDP флешку. Вот она находится. Четвертая по списку. Кликаем на него. Какое-то время он думает. Давай, загрузись. Что тебе мешает? Неужели microSD карточка не определяется? Или он специально для Raspberry Pi нужен? Может быть он на компьютер не загрузится? Давай, загрузись. Эти точки у нас стоят. Значит, скорее всего, мы не сможем его установить. Потому что он создан именно с помощью Balena Etcher. Он именно для Raspberry Pi. Он никак не грузится. То есть, microSD карта памяти включена. Давайте, ладно. Выключим наш компьютер. Флешку извлекем. Повторно включен. Я даже на другой USB порт подключу его. Попробуем так запустить. Еще раз кликаю F11. Выбираем повторную нашу microSD карту. Это называется вот это вот microSD. Кликаем на него. Не грузится ни хера. Он загружается жестко в диск и не хочет грузиться. Еще раз кликаю F11. Выбираем нашу microSD последний раз. Давай, загрузись уже. Ну загрузись. Ё-моё. Что такое? Почему ты не грузишься? Ведь я правильно создал загрузочную микрофлешку. На эту флешку от телефона. Но почему-то на современный комп он никак не грузится. Это устройство специально для Raspberry Pi. Я создал загрузочную флешку для Raspberry Pi. А на компьютер эта хрень никак не загрузится. Жаль. Почему ты не совместим с нашим компом? Черт возьми. Что за хрень? Чего же ты не грузишься? Он все висит и висит. Может быть в режиме UEFI тебя нужно. Но он в режиме UEFI вообще не загрузится. Поэтому с помощью Balena Etcher я указал правильно этот самый AMG архив. Но он не грузится. Хрень какая-то происходит, друзья. Что такое? Черт возьми, он будет так долго висеть и не загрузится. Эх, этот новый комп. Я так хотел этот Raspberry Pi. Оригинальный Raspberry Pi, который мы устанавливаем с помощью microSD-шки на само это маленькое устройство. Маленький компьютер. Но здесь он нихрена не грузится. Черт возьми, будь ты проклят. Аааа. Ааа, флешка оторвалась что ли? Черт возьми. Аааа. Аааа. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад.